Я уже говорил, что можно видеть и не понимать, что видишь. То есть раскрытие яснознания – это следующий шаг на лестнице, где вы приближаетесь к этому глобальному вселенскому архиву. Потому что войти куда-то в незнакомое пространство, оглядываться, видеть его – это еще не означает, что вы его понимаете. Сущность даже его планометрии, его законы – это все только постигается в процессе частых заходов, частого общения с тем, кто там есть, если у вас устанавливается еще такое общение. Потому что яснознание – это следующий процесс. А потом духоведение, когда вы видите духом и рациональное и иррациональное пространство мира, то есть причинное и следствие, и все это можете в себе соединить, синтезировать в опыт своего проживания. Ведь обратите, все это дается вам только для того, чтобы вы обрели опыт своего проживания в расширенном диапазоне своего восприятия. Вот почему есть последовательность. Ясновидение, яснознание, ясночувствование еще есть. Ведь в божественных текстах, которые мы принимали, там говорилось о 33 чувствах. А что мы знаем о них о 33 чувствах? О 5 знаем. Ну вот шестое чувство уже там проглядывается где-то. Седьмое там. Ну где 33 там? Ну само понятие, ясное знание, оно включает в себя и понимание. Уже как бы частью. Да. Вот еще Наталья Жданова написала, когда вы читали текст, и я услышала слово «Алатырь», а мне снился знак в виде звезды цветка, в центре которого черная точка, точка Бога. Потом увидела его в славянстве, знак «Алатырь». То проплакала от радости почти весь ваш текст. Потом закрыла глаза и видела золотой дождь, идущий на все человечество. Потом увидела камень, из которого шел яркий белый свет во все стороны. Ну это очищение, конечно, это очищение. Вот тут по тексту еще написала Татьяна Труен. «Показали большую белую сияющую книгу Творца. В ней раскрылся бело-золотистый лотос. От него пошло свечение в космос, и по всему пространству стали раскрываться звездочки. Эти звезды превратились в образы прекрасных белых богов. Они окружили Землю по кругу, и в Земле стали происходить световые процессы преобразования и обновления. Все цвета радуги играли и пульсировали во всем земном шаре. В космос возник звездный образ космического человека, от которого шли световые импульсы к головному мозгу каждого человека на Земле. И вся планета покрылась сияющим светом новых знаний». Замечательный текст. И вот поймите саму технологию. Вот человек это уже увидел, или провидел, точнее сказать, провидел. И мы, когда слышим этот текст, присоединяемся к нему своим сознанием, то есть мы согласны с ним. Мы его укрепляем и даем как бы векторную направленность этой мыслеформы. И она начинает входить в планетарное пространство планетарного сознания Земли, и становится очень действенным элементом ее функционирования. То есть мы таким образом меняем мир все вместе. Каждый человек, который согласен работать на этом направлении, он, по сути дела, управленец вот этих, этой новой реальностью жизни. С чем я вас и поздравляю. Вы молодцы. Мы очень много хороших текстов дали сегодня, которые закрепляются в планетарном поле Земли. Спасибо вам большое.